Рыбон! Прошу прощения, у меня шляпа упала, кажется. А когда ты стоишь, разговариваешь? Здравствуйте. Опять. Хотели бы выпить? Мечтаю. Сегодня у нас... своего рода праздник, поэтому за счёт заведения одна бутылка. Слава Богу. Что за праздник? Моё назначение на шерифа, должен шерифа. А, поздравляю, шериф. Да, благодарю, благодарю. Так, ну, правда, в некоторых местах меня называют преступником, но здесь и шериф. Да, я понимаю. Да. Это всё только козни. Никто из нас не преступник. Никто из нас не виновен, конечно, конечно. Всё, что мы делаем, это для того, чтобы выжить или защитить своих близких, верно? Ага, всё к лучшему. Ай. Так, у нас осталась последняя бутылка Рома. Предлагаю вам её оценить. Ну вот и славно. Вот, держите. Благодарю. А какими судьбами, Вармазилы? Да, скучно как-то стало. Скучно? Тихо вокруг. А в городе хоть выпить можно? Да, 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 да. Согласен. Как вас зовут? Джет. Джет? Джет. Очень приятно. Гарри? Да, мне как приятно. Чем занимаетесь? Я не знаю, на ты, на вы. Да можно на ты, конечно. Как ты думаешь? Пытаете счастье в поисках заработка? Ну, можно и так сказать, да. И как успехи? Как-то пустовато тут. Тут, я думал, будет намного более живо. На дорогах или в городах? Да и в городе. Мне сказало то, что людей как-то многовато. Ну, в городе сейчас будем исправлять этот недочёт. Поэтому будьте уверены, здесь вам будут рады. И... В общем... Чтобы вы там не сделали где-нибудь, вас за это вармадило точно никто не сможет... Как же выразиться-то? Правильный. Ну, я понял. В общем, вас не схватит. Да. Приятно, когда мы друг друга понимаем. Да-да-да-да-да. Да. Да если бы было чем заняться-то... Вокруг никого. Одна пустыня. А по пустыне ездит... Поезд. Я тоже об этом уже думал. Присматривался, так сказать. Я... Мне один умный человек сказал, что... О том, что везут поезда или кого повезут поезда... Это... Вполне вероятно, могут знать люди на станциях. Ну, станций много. Да и... У всех же не спросишь. Нет, но... У них же есть расписание. И они как минимум будут знать, либо товар на этот поезд, или... Везёт пассажиров. Ну, и какой товар? Вот именно. Да-да-да. Ну, всё-таки... Это же шрифт, поэтому... Тебя-то могут просто сказать... Нет. А-а-а... Ну, шрифт-то я вормотила. А так меня там... Я думаю, доллар разговаривает любого. Да, тоже верно. Да, если бы ещё было... Где эти доллары брать... Дороги... Настолько пустые, что... Одно перекати поле, только твой союзник сейчас. Даже по главной дороге. О, это мне знакомо, это мне знакомо. Так, вот, Джет, держите доллар. Ой, шрифт, ты мне нравишься. Я знаю, как заводить знакомство, да. Поэтому я надеюсь, этот доллар будет нашим билетом на прекрасный поезд возможностей. Из-за тебя, шрифт. Да, Джет, да. Ты мне нравишься уже. А, у нас же здесь танцы есть. Так я мне и говорил, ты шрифт, ты не станция. Нет, 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 нет. Тут, знаешь, есть поговорка, не надо срать там, где ешь. Ну, ты же не станцию грабишь, а поезд, который может ограбить... Ага. Можно где угодно ограбить. И не обязательно, что тут будет причёсана Армадива. Ну да, согласен, согласен, согласен. Ну, действительно, но всё равно доллара я обратно не буду просить. Ну, я его уже забрал, поэтому... Да, да. Так, на чём специализируешься? Конкретнее. Ну, вот недавно общался с человеком, который только на дальних дистанциях. Винтовка и... всё. Ни в какие-нибудь в рукопашные, ни в близкий контакт. Мои люди справляются как угодно. А, у тебя есть... Ты не один? Я не один. Я шо, глупец заниматься всем одному. Они просто пока что присматриваются в других местах. Понятно, понятно. Ну, значит, пусть приезжают сюда. Да, у вас есть люди, которые занимаются лошадьми? Вряд ли. Я просто хочу здесь... Есть разве что человек, который может съесть лошадь. Наверное. Это нам не принесёт денег, я так понимаю. Да, но он явно будет сыт. В общем... Поезд... Поезд, поезд, поезд... Думаю, это вполне возможно. А, что за соседний город? Я там был, и там какая-то хуйня происходит. Как только заехал туда, весь город усыпан трупами. Там был, вид, шериф, связался с бандой. Эта банда вчера, я так понимаю, приехала забирать плату за защиту города. И в итоге защитники города стали его палачами, как я понял. Групцы. Да, вот. Поэтому там город трупов, нет бюджета, и... Кстати, у них там отличный салон. А у нас выпивка кончается. Где вы говорите, ваши люди? То там, то там, то тут... Один вроде как в тамбл виде. Так точно. Ну вот смотрите, у нас намечаются с вами очень интересные планы. Поезд, салон. Там также есть оружейный магазин. У нас, кстати, вот пока что оружейного магазина нет, но я планирую открыть здесь. Вот. Поэтому... Это уже дело может быть посерьезнее. Все-таки в городе там могут возникнуть проблемы. Да, да, согласен. Поэтому нужно сначала вооружиться, и... Поезд, может быть, нам принесет то, что нам и желаем. В тамбл виде вас пока еще не ищут? Нет, пока нет. Это хорошо. Тогда будет возможность у вас закупиться, если что, патронами там. И оружием. Хотя там вроде что-то пострадало оружейный магазин. Если это там частые мишени, будут ли там водиться деньги? Хорошо вопрос, хорошо вопрос. Мне кажется, там уже не будет денег. Там... Людям уже... Там доктору перестали платить. Доктор, который... Ну, человек и не последний в городе. Ну, да. Поэтому доктор, скорее всего, приедет к нам. Ну, это хорошая идея. Но если там, может, даже доктору не платят, то будут ли там деньги вообще? В том-то дело, что, скорее всего, нет. Но там есть выпивка. Солонник, как минимум. Который можно перевести сюда. И... Нажиться хорошо. Или, как минимум, выпить самим. Ну, да. Есть у вас люди, которые умеют сломать замки? Смотри, какие... Ну, допустим, не сейф, конечно, а, ну, обычные. Не знаю, наверное. Думаю, да. Я понимаю, что отстрелить его, конечно, проще, но... Мы привыкли так работать, скорее. Но иногда бывает, требуется в тишине все это. Что, поезд нельзя грабить кромко? Нет, поезд туда, а вот другие, другое место. Допустим, в черте города. Ну, как мне кажется, в Сауне так точно, постоянно будут люди. У меня есть по поводу этого мысли, но можно быть обсудить позже, когда мы уже подойдем к... ... этому действию. Рейборн, блядь. Да. Со мной. Хорошо, маршал. Еще пообщаемся. Удачи. Че, я не придем. Да, маршал? Нокс, за мной. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Эм... А, ш... Нокс, револьвер. Я так понимаю, вы поговорили с своим помощником? Знаешь, сукин сына, я поговорил не только с помощником. Это что, блядь, такое? Что? Что это, блядь? Так. Что здесь не так? Ты совсем охуел? Я не понимаю, маршал. Мне сказали привести вам голову... ...будпекера. Ничего я такого не говорил. Ну, вы могли бы мне сказать это? Дуглас, ты за доллар же никому не расскажешь. Почему, блядь, знает он, нахуй, об этом? Нет, он об этом ничего не знает. Он мне передал это письмо. Так. Сука! Это не делается настолько явно, идиот! В смысле не делается настолько явно? Он в беде, ему нужна помощь. Он приедет сюда, все, он в моих руках. Об этом все, сука, узнают. Про то, что проглазку не было уговора. Ты сейчас, блядь, серьезно? Ну, вообще-то да. Шляпа упала. Сука, сейчас она еще раз упадет. Ты, блядь, какое огласка, нахуй, уговор? Прошу прощения, у меня шляпа упала, кажется. Сука, еще раз упадет. Я не разрешал тебе ее взбрать обратно. Какой, сука? Ты, блядь, совсем своей башкой не думаешь? Теперь я... ...прекрасно понял, что вот пекера... Дугл, закрой ушки. Он закрыл ушки. Наш с вами вот это вот нужно сделать так, чтобы... ...все было тихо и... Еще кто-нибудь об этом знает? Нет, конечно. Точно? Да. Точно? Да, точно. Или мне точно, чтобы убедиться, надо прострелить тебе яйца из дробовика? Тогда я точно ничего не скажу, кроме а-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Верно. Блядь, чтобы никто об этом не знал. Ко мне скоро приезжает Фарадей в гости, блядь. Это тоже маршал, нахуй. И вот мне не нужны, чтобы ко мне были вопросы. Договорились. Все. Последние два раза были лишними удары приклада, а так я понял с первых двух. Все, я надеюсь, ты меня понял. Прекрасно понял. Извиняюсь сразу за, блядь, удары, но, сука, я охуел. Приятно удивлять. Извини, я ни при чем. Как ты ни при чем? Почему ты письмо отдал ему? Получилось так. Как это получилось? Да вот Пикера нет, и это... Он говорит, что все, ему конец, и все, и я переволновался. Ты издеваешься над мной, что ли? Нет. А вот Пикера нет все это время вообще в городе. Гарри, Генри, как тебе? Гарри. Гарри, выруби этого жирного, рыжего. Договорились. Иди сюда, рыжий. Чего? Да, он слабоват, чем... Отпинай его... Отпинай его так, чтобы он все забыл, что было. И если он что-нибудь вспомнит, я тебя убью. Ага. Эх, знаете, что я люблю делать, ах? Опа. Это я. Знаю, что большинство людей смотрят видео без подписки, поэтому прошу, пожалуйста, ребята. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставьте комментарий. Будет приятно. Я же стараюсь как бы, ага. Эй, Дуглас. Дуглас, ты чего? Чего? А чё тут? Ой, чё так будто всё? Ё-моё. На тебя, кажется, ещё раз напали. Посмотри, по карманам пошлёпай. Ничего не забрали у тебя? Ты письмо доставил моё? А письмо... Письмо... Какое письмо? А тут... А где письмо? Где письмо? Украли, похоже, письмо. Давай, вставай. Ой, ой, спасибо. Тебе умыться, пойдём, отведу. Спасибо. Держись, если что, за меня. Как угораздило? Ты как вообще здесь оказался? Я смотрю, иду, отошёл по стаду. Смотрю, ты валяешься. Не знаю, я... Там был ридио, был вообще. Искал, это... Вот пикер, а его там что-то нет, и нет, и всё. А, нет его? Нет, не знаю, куда ты... Говорит, то ли уехал, то ли запишся, не понял. Так... Ну и всё, ладно. Чё ты любишь? Чё? Езди ты. Вон колонка там впереди. Не надо в пылью с лошадей идти. Да, точно. Конечно, это... На самом деле, хорошо, что ты... Хотя это письмо... Чё? Ну, вряд ли, если это бандит какой-то был, он понял, о чём вообще там. Но в плане того, что... Ну да, шериф, шериф и пишет. Объединение. Ну ладно, не страшно. А я и не знаю, что там было-то. Эх. Эх, Дуглас. Давай-ка, аккуратно. Всё. Ну, делаю... Чё-то плохое, да, сделал, вернее? Так, аккуратней. Всё. Да нет. Кажется, я... Чё? Тебя больше не будут грабить на дорогах. Да ты чё? Да, надеюсь. Надеюсь, я договорюсь. Уладим этот вопрос. О-о-о, это было бы хорошо, конечно. Да. А то этот бородатый, конечно, грызил ещё тут. Угу. Но ты, если ты бородатого увидишь, ты... Никому не говори, мы, может быть... Что он тебе... Сколько он взял? Два доллара у тебя взял? Два доллара, да. Ага. Я его омлетиком накормил, ещё. И он погрелся у костра в него. Вот, считай, что твои доллары вернулись, и он теперь уже ни в чём не виновен. О-о-о, спасибо. Ладно. Слушай, ни одного бандита на дорогах нет вообще. О-о-о, вообще спокойно. Прекрасно. А вот то, что сейчас избили, это, наверное, какой-то алкаш. А-а-а, это... Раз тебе кроме письма ничего не... А вот не знаю, куда ты сюда попал. Может, тебя привезли? А кто? Не знаю. А где твоя повозка? Слушай, ну, там был виден, наверное, надеюсь. Я же там вроде и останавливался. Что, тебе нужно туда? Ну, да, было бы неплохо, конечно. О-о-о, добрый. Надо, наверное, отвезти тебя. О-о, был бы здорово, конечно. Может, и это, шрифтом приехал. Эх, Дуглас, Дуглас. Чего? Ну, револьвер-то тебе не забрали, нет, не забрали. О-о, нет. И то хорошо. Ну, да... Я это маршала, кажется, в городе видел. Что-то он там не видел. А, у меня коня-то. Чего? Да, коня моего кто-то подрезал. А-а-а. Подрезал? Зарезал? Нет, ну, в смысле, украл. А-а-а. О-о-о. Либо он убежал куда-то. Не видел чёрного кентукийского? Чёрного, чёрного. Не. На нём ещё палатка на седле сложная. Не, не видел. Так, по поводу шерифа забудь, ладно? По поводу... Всё, они... Я сам-то уже с ним. А-а-а. Что же... А, ну да. Что вот этот? Ага. Ага. Так, давай, хочешь выпить воду? О-о-о. Да, молока нет? Да нет. Надо молоко? Э-э-э... Ну, было бы неплохо. Так, а есть у тебя где... Идеи, где можно купить... Поставку молока наловить? О-о-о, это конечно. Я даже привезти могу. Угу. Это у Люси. Там... Мы же ей колышек... Это привезли... О, она отравлена? Нет, сейчас. А ну-ка попробуй, отпей-ка. О, молодец. Хорошо. И это... Мы тут Люси и Козачек привезли. Еще две у нее, у тебя четыре там молока вообще. А-а, ты говорил, что козы везли. Две... Там молока пей... Не напейся уже. Так, сколько она... За сколько продаст? О-о-о, вот это я не спрашиваю. Слушай, а сколько она дыхает? А-а-а... Тридцать бутылок. Тридцать... Ну, слушай, у нее прям намного дешевле, чем у этих бакалейщиков. Да? Да, конечно, намного... Тридцать бутылок, я спрашиваю. Хорошо. Так, пойдем-ка в бакалейщику зайдем, перекушу что-нибудь, сядем, перекусим. Ой, хорошо. Жрать хочешь? О-о-о... Ну... Не знаю. Проте у меня голодок-то решит, что-то ничего не понимаю. Людей, видимо... Здоровая лошадь. Чего? Видимо, кто-то тебе по башке надавал. Да, видимо, кто-то сильно срать хотел, аж бумажки только забрал. А, кстати... Кстати, да, наверное. М-м-м... Скорее всего. Тебе интересно, почему ты туда приехал? Слушай, ты ничего не пил? Может, ты что-то выпил и тебя понесло в разнос? Э-э-э... Э-э-э... Вот это, конечно, ты ловкая, см... Ты что хочешь? Нет, ты... Да что-нибудь такое, легенькое, я не знаю. Морковочку пожевать. Морковку пожевать? Ты что, лошадь? А ты морковку не ел, что ли, не разум? Ел. Ну, ладно. Да ты что, лошадь, что ли? Нет. Ну вот, что спрашиваешь? Да, тоже верно. Откройте, пожалуйста, фасоль тоже. Так. Давай, морковку сейчас дам тебе. Пойдем. Удобно? Да, стрясаешь. Так. Так, вот твоя морковка. Ешь аккуратнее, не подавись. Подавиться, ты знаешь, что можно умереть от этого. Поэтому нужно есть медленно и нерасторопно. Да? Да. О-о-о. Ну что, я перекурю. А тут что-то это. Ой, ты что в банки раскидываешь? Это я ем. Ты чего? Это я открыл крышечку. А-а-а. Так, а крышку-то что выкинул? Да. А если не доешь? Нет, я доем. Надо документ... И когда ешь, не разговаривай. Дай. А когда пишешь, то уже, да, не разговаривай вот это все? Угу. А когда слышишь, разговариваешь? Угу. Дай. О-о-о. Странный ты какой. Да. О-о-о. Чего? Сказать что-то хочешь? Угу. Ну, говори ты, да, чего ты. Да. Главное не подавиться. Давиться, да. Так, морковочка. О, нормально. Оп, и закурить. Опа, нормально. Ой, ты там приехал. А, я, говорит, с доком приехал, а он что-то пропал куда-то. Да? За конем пошел и все, ага, пропал. Не знаю, где он там был. Сейчас, сиди здесь пока, сейчас передаю тебе кое-кого. А-а-а, ладно. Эй. О, Джед. Пойдем-ка я сейчас это... Познакомлю тебя кое-чки. Мне с маршалом. А, это маршал был. Угу. Чего хотел? Видок у него был не очень. Показать свою власть. Ну, как обычно. Вижу, показал. Ага. Ммм. Да, кстати, Дуглас, видимо, тот перчуг, который тебя избил, меня тоже побил. Так, Дуглас, это... Вкусная млячь-то была? Да, вкусная. Да, я... Мы знакомы. Я так... Вот. Ага. Ну, отлично. Те два доллара, которые ты взял, я ему отдал. Джет, знакомься, это Дуглас. Дуглас, это Джет. Джет, Дуглас, это... Я, кажется, повторяюсь. Да, ну мы поняли. Джет наш перевозчик. Дедит, Дуглас. Джет помогает нам в наших делах. Поэтому... Всех остальных, да? Дугласа нет. Угу. Я передам своим людям. Угу. У, это хорошо. А если с Дугласом будут другие люди? На них это не распространяется, да, Дуглас? Ну да и... Это... Голношок бы, это... Натурально все было, да. Будто я бы, типа... Это... Ну... Ну и, соответственно, мы Дугласу платим, и... Все в порядке. Иди. Да. Так. Ты далеко ездил? Джет. Много фантазий здесь, в этом штате. Кто-то золото ищет постоянно, ездит. Но, видимо, еще не нашел. Я после одного случая за золотом больше никогда не поеду. Так. Мне тоже вообще даже грабить некого. Ну, кроме тебя, Дуглас. Но без обид. Ну да. Не, ну да. Да. Так. Слушайте, ну... Есть места, которые можно грабить, если нет людей. Плюс люди на дорогах редко появляются, потому что слишком много бандитов. Но сейчас, может быть, они расслабятся, потому что Варга... Не знаю, ни одного не встречал. Да я тоже. Ну вот да, я тоже не встречал. Хотя нет, я встречал пару, парочку. Но... Какие-то они были... Одиночки, в общем. Так. Дуглас. По поводу молока. Ну, что? Ага. Слушай, а ты не знаешь, где... Тебя не просил хозяин салона, в Тамблвиде, куда-то ехать за выпивкой? О, слушай, он нет, но это... Элизабет говорила, что... Это, что ему надо было, да, до Стробери за выпивкой. До Стробери за выпивкой? Да и... Ну, он сам пока... Ну, я к нему, это, не заходил еще. До Стробери? Да и... Когда? Не знаю. Ну, они ходили вроде вчера, но мы вчера ездили тоже в Стробери, продают с этим... Джеймсом Бондом и с этим желтым буржечком. Ага. То есть, пока что поставки алкоголя не было? Не... Это просто отличная идея, возможность прихватить их. Если они с алкоголем, у них точно будут деньги. Да, да. Именно так. А если... Либо... Либо нужно понять, либо их перехватывать с деньгами, либо перехватывать с алкоголем. Скорее с деньгами. На деньги и алкоголь купим и отложим их. Согласен. Согласен. Ага. Дуглас? Слушай, нужно Дугласа довезти до Тамблвида. У меня лошадь какой-то... ...оскуда... Украл. Не довезешь его? Ладно. Как раз это будет вклад в... ...поставку алкоголя. Дуглас? Да. Твоя задача... ...никому не говорить о том, что мы сейчас обсуждали. О чем? Даже если... ...даже если ты не найдешь... ...хозяина салуна... Ага. Никому другому больше не говори. Просто спроси у него, когда будет поставка. И ты что-то готов поехать. Ага. А это, а с молоком-то что? Не надо, нет? А с молоком тоже надо. А узнаю у Люси, сколько будет 30 бутылок. Ага. Хорошо. Скажи, что завтра вы можете поехать. Потому что завтра все мои люди будут уже у меня. Мы без проблем сможем их перехватить. Вот. Этих спутников. Я не буду говорить, что мои люди могут с ними сделать. Я думаю... Мы... Нам это никому не интересно. Нам важный результат. Дуглас, говоришь, что сегодня не можешь поехать, потому что у тебя разбито лицо и на тебя напал какой-то мужик. Ну, я сегодня, наверное, про молоко сам знаю. Про молоко, про алкоголь, когда... Ну, скажи, завтра могу, уже сегодня не могу. Да-да-да. Ну, конечно, не вовремя. Заведите в конюшню лошадь. Заведи, смысле. Феллор? Ну, сюда, конечно. Вот и поехали, да. Да, вот и поехали. Слушай, а ферма, ты знаешь, где находится ферма у Люси? Э-э-э... Так, ну, один раз там был, ну, да, где-то, помню. Ага, это хорошо. Там где-то возле гор, недалеко там был, где-то. Это хорошо. Ну, да. Так что нам сегодня оставили. Мужики стремные какие-то. Да, только таких остались. В городе. Ага, а, мексиканцы, да, и алкаши, иди. Угу. Ага. О, ты кто, мужик? А, это ты. О-о-о. В салоне, конечно, у нас беда. Надо наполнять. Да, и срач тут, конечно. Ага. Сэр? Вы выпить пришли? А-а-а. Выпивка закончилась. Так. Вот так. А вы что, наушили все? Да. И что, кем будете? Гарри Рейборн. А вы? А я белый колпак. Да, видно. Белый колпак. У нас тут информация поступила. Севера идут люди, которые будут уничтожать белых колпаков. Нужно пока... На пару дней спрятать одежду. Ну, пусть приходят. Мы их встретим, не впервой. Угу. Сейчас мы посильнее будем, чем раньше. Поэтому, что нам их бояться? Угу. А от кого информация? И кто идет? Точной информации нет. Проезжал я тут один. Заходил выпить. Сказал, что... Слыхал здесь белые колпаки. Сказал, что будьте осторожнее. Сюда идут скоро люди, которые ненавидят их. И что, это все? А это все. Как и ты видишь, город сейчас не в самом лучшем состоянии. А люди, которые хотят истребить колпаков, нам здесь не нужны. Поэтому я предлагаю на пару дней костюмы положить в комод. Пока не наладится жизнь в городе. А там уже дальше посмотрим. Ты же хочешь заходить в салон и выпивать не только воду? А джин? Джин, ром, бурбон, молоко? Чего молчишь? Господа? Ой, вот. Гори. Гори. Слушайте. Нет, гори, нет. Иди по этой, отдохни немножечко. Ну, тогда беги из города. Потому что я через... Так. Эй. Насчет три. Эй. Раз. Что? Что же сзади говорит? Шериф. Я не понял. Шериф. Что? Лучше не стреляй. Потому что... Это, блядь, псы, которые тебя убить хотят. Что? Почему? Они пока ты выходил, говорили, что хотят тебя убить за то, что ты избивал. Я услышал, что они хотят убить шерифа. Вот этого вырубил. А этот меня на дуэль позвал. Молчи. Надеюсь, это была соль? Конечно. Да еще и в ногу. Так вот. Причал я с него не отпускаю, а курок у меня зажат. Если ты меня сейчас выстрелишь, то я ему выстрелю солью въебало. Понимаешь? Так вот. Это там балвицкая шваль. Вот которая рыжая. А этот охуевший человек. Еще и не здешний. Ты как шериф этого города. Он сам сказал. Вот поэтому выгоняй его из города. Или его прикончат. Да, ну сейчас буря стихнет. Нет, пусть буря уходит. Ну хорошо, ладно. Я все еще держу. Налить тебе виски. Вытаски же не было. У меня своя припущена. Ну ладно. Я слишком заманчиваю, чтобы отказываться. Никакого порядка. Никакого порядка. Слушай, убивать белых хилпаков, которые здесь в... В округе. Плюнь куда. Не плюнь, а не здесь. Напрометчиво. Нужно бы иметь план. Я сейчас хочу, конечно, с ними разобраться, но... Пиздец они тут, конечно. Ты живой? Живой? Вроде да. Не знаю, больно, но крови нет. Дуглас? Чё ты голова болит? Дуглас, ты как здесь? Чего? А где я? Ты в салоне. Там был Иди? Да. Чё, там был Иди? Громозило. А где же это было, видимо? Ё-моё. Ничего не помню. А чё так всё болит? А чё это с ним? Оттерепил, что ли? Да. А чё кровища из башки течёт? Лопнул от градуса. Ничего не помню. Ничего не помню. джет ты цел более-менее так а ты вот вижу наш соратник общий нет лицо у тебя конечно вообще все болит пока не выходи на улицу тебе нужно вот во фляге вода есть возьми и умойся чуть-чуть да какого хуя дела не понял а ну-ка за мной так что случилось нам тут мужики сказали вон особенно тут пенчук там сидит еще ты застрелил наш я застрелил до чухня 4 человек сказал они так сказали что сказал тебя не трогать значит блять мы не будем терять долго терпеть так а кого я застрелил одного из наших ваших а как мне понять что он в один из вашего блять ты тупой нет а ты чё блять охуел а мне заебали ты кто вообще такой нахуй я тебя в первый раз в городе вижу тоже шериф шляпа упала так люди превышли и сказали что я застрелил одного из ваших человек для черной шляпы коричневой куртки я маршал я маршал блять ну дупой я просто в голове что маршал сказал тебя не трогать пришел мужик в портках вон сейчас на втором этаже я не знаю узнаешь ты своего или нет начал здесь стрелять по сторонам я его и застрелил откуда конечно сказал тут это что это вы мне наливаете выпивка закончилась я сейчас у нас тут всех это самое вот такой ружье смотри я не знаю горел тема шарль нет мы работаем на него и он сказал тебе не трогать но если ты еще хоть пальцем кого-то тронешь мы тебе без тебя кожи раздерем мы наденем на нее кожи другого человека другого оттенка если ты понимаешь давайте говорим нахуй отрежем тебе яйца и повесим за них давайте говоримся так чтобы вы не стреляли в посетителей салуна иначе ваш город загнется так как сгибается здесь там был вид выходить такой же судьбы а что ты предлагаешь я предлагаю не стрелять в посетителей которые сюда приезжают он просто так стрелял да не верю нас такого не бывает хорошо человек сказал что он приехал из тамбл вида это просто так по-твоему да это просто так там было единен есть наши люди которые нам помогают я знаю но они конкретные люди конкретные которых мы знаем вот конкретные люди стоят в плане в моем клане шерифа состоит перевозчик дуглас который дает нам информацию это кто рыжий длинные волосы пойдем который похож на того которого в нужнике тут топили да наверное не знаю и за кого-то топили в нужнике пойдем и где они короче рыжие волосы мелкий ну и туповато разговаривать да ну ладно еще будут приезжать люди сюда так как там беда в тамбл виде они будут жить нам нужно тарпа армадила поднимать с колен врач это в тамбл виде также работает со мной он скорее всего я знаю каких людей вы сюда не примете но вот за таких не ручаешь а за других вообще тебе надо с нашим главным поговорить давай завтра с ним поговорим бы сможет узнает она получается он человек занятой сенатор сенаторы чего конгресса вот у вас мэр был какой-то джордж вашингтон позвал себе нет туалетный нищий дурачок еще не такой сенатор нет он настоящий сенатор все хорошо скоро будут здесь в салоне будет выпивка скоро ты любишь молоко нет в любом случае здесь будет молоко в общем не важно но я говорю чтобы не творить беспредел и вы тоже не творите беспредел это наш город и что то что он превратился прекрасный город вымерший город где только смотри ты видишь здесь хоть одного ну ты понял кого видишь видишь мексиканцев сейчас нет они здесь да да согласен согласен тебе это устраивает нет так во что ты превратился в город город и вообще не знаешь что еще было недавно с мексиканцами что сейчас здесь нет но они же были вот посмотри в салоне сейчас их нет знаешь почему почему ну как ты можешь подумать почему их прирезали и вы хотите нападать на форт мерсер откуда ты знаешь один из ваших рассказал кто сейчас опишу может быть ты узнаешь белый колпак а да по моему сын все расскажет что напаздывает и все нам все рассказать но если ты салон не восстановишь как шериф то вам все равно пиздец на вилы посадят но если вы продолжите стрелять здесь людей в нем конечно не установлю ну и сколько тебе на это время не надо чтобы мы не стреляли людей неделя неделя согласен ладно мы никого не убиваем неделю и никого не не выгоняете отсюда но избиваем и не избиваете нет избиваем нет не избиваете нет так не хорошо избиваете того кого я скажу кого можно избивать но только неделю неделю договорились но я решили не понимаю